Здравствуйте, друзья! Сегодня видео о том, как пересадить большой можжевельник, взрослые уже растения, чтобы повредить его минимально и чтобы можжевельник выжил и продолжал расти дальше и радовать вас. Допустим, вы попали в ситуацию, когда посадили два маленьких можжевельника рядом, при этом не учли то, что они будут разрастаться и мешать друг другу, и какой-то один нужно пересадить. Либо же вы занимаетесь перепланировкой участка, делаете какую-то пристройку, и растение вам попросту мешает, и вам необходимо его удалить, желательно пересадить. Чтобы можжевельник выжил после пересадки, необходимо соблюдать некоторые факторы. Фактор номер один – это выбор срока пересадки. Пересадку уже взрослого можжевельника следует производить в период зимы, ну, или, скажем, ранней весны. То есть, когда уже идет потепление, но при этом еще есть ночные приморозки, как видите, и не на можжевельнике. То есть, сокодвижения не происходит, можжевельник спит. И это, считаю, самый оптимальный вариант для пересадки взрослого можжевельника. То есть, иными словами, ориентир для пересадки можжевельника – это последние приморозки, то есть ночные приморозки. Второй значительный фактор заключается в том, что при пересадке можжевельника вы так или иначе вредите корневой системе. Соответственно, можжевельник нужно постричь, дабы облегчить корню приживаемость на новом месте. То есть, это означает, что с можжевельника необходимо срезать большую часть зеленой массы, назовем это так, веток. При этом оставить где-то процентов 50. То есть, берем секатор и срезаем ветки. Ветки, как видите, довольно крупные. Но жалеть не стоит, поверьте. И вот таким вот образом, довольно варварским методом, на первый взгляд, срезаем можжевельник все большие крупные ветки по кругу. Страшного ничего не происходит. Можжевельник нужно стричь. Можжевельник любит стрижку. И после пристрижки дает очень хороший прирост. Гораздо лучше, чем если бы он давал без стрижки. Как видите, секатора недостаточно и приходится брать ножовку. После того, как ветки обрезались, можжевельник уменьшился. И освободилось место для выкопки корня. Вот вы видите, как было. А вот то, что стало. Срезанные ветки я не выбрасываю. Это прекрасный посадочный материал для черенкования. Далее отступаем от центрального ствола. Не менее 40 сантиметров. И начинаем по кругу выкапывать что-то вроде траншей. То есть, таким вот образом. Земля немного промерзшая. Но копать, в принципе, можно. И вот таким вот образом по кругу выкапываем траншею глубиной для начала 30 сантиметров. Корни у можжевельника преимущественно поверхностные. То есть, они идут в ширину, не идут в глубину. Поэтому копать нужно до тех пор, пока не увидите, что закончилась корневая система. Есть корни, которые также идут в глубину. Но до них добраться невозможно. Поэтому их будем отрывать вместе с комом. Чтобы вытащить этот ком, можжевельник нужно как бы немного раскачать. То есть, такими поступательными движениями раскачиваем можжевельник. Стараясь, чтобы ком не осыпался. И вот так постепенно, все больше и больше раскачиваем ком. Раскачиваем можжевельник. Также еще подрубываем нижние корни. Вот таким вот образом. И теперь с другой стороны. Так, нижние корни обрублены. Можно извлекать растение. И теперь героический можжевельник следует к своему постоянному месту жительства. Следите за тем, чтобы корни не были слишком долго оголенные. То есть, максимально короткий срок растение необходимо посадить. Яма на новом месте должна быть уже готова. И она должна быть пропорционально корневой системе. То есть, нашему кому. На следующем этапе перемещаем растение в яму. Растение можно прикопать чуть глубже, чем оно росло на старом месте. Но не на много. Скажем, сантиметров на 5-7. Далее засыпаем землей. Попутно проливая обильным количеством воды. Обратите внимание на то, что воды должно быть очень много. Это делается для того, чтобы земля уселась и не осталось воздушных полостей в корневой системе. Землю вокруг растения следует хорошенько утрамбовать. После того, как земля утрамбована, спустя какое-то время, скажем, где-то час, может два, растение следует еще раз обильно полить. Также, друзья, далеко не лишним будет обработать срезы толстых веток садовым варом. Я думаю, вы знаете, что это такое. И в хозяйстве у каждого маломальского садовода есть вот такой вот садовый вар. Это такая пластилинообразная масса. Состоит она из смеси парафинов, масла и канифоли. То есть, очень рекомендую для обработки срезов деревьев, кустарников. Очень вещь хорошая. Процедура эта проходит следующим образом. Берется садовый вар, разминается и потом замазываются срезы веток. Можжевельник выделяет смолу в небольших количествах. Это защитный механизм растения, натуральный, природный. Но, тем не менее, будет не лишним обработать и садовым варом. Так как растение повреждено, тем самым обрабатывая садовым варом, мы как бы немного способствуем заживлению этих ран. И если соблюдать все эти нехитрые правила, то можно утверждать, что растение приживется на новом месте со 100% вероятностью. Однако, следует помнить, что первый год после пересадки, особенно это касается лета, растение желательно поливать почаще. То есть, не давать земле полностью пересыхать. И в этом случае растение даст новый прирост, разовьются новые корни. И на следующий год уже растение не будет нуждаться в таком обильном поливе. У меня все, друзья. Спасибо за внимание. До новых встреч!